Феодала из Солнечного Евгения Генералова отправили в СИЗО на два месяца. При этом он считает себя невиновным и даже потерпевшим в деле о мошенничестве. На заседании побывала Алиптина Сасова. Она расскажет, почему суде пришлось неоднократно прерывать Генералова и почему его жена не сможет справиться с их новым домом за 46 миллионов рублей в одиночку. Я говорю это просто беспредел, оборотчик в погонах. Евгений Генералов никогда не был под прицелом камер, хоть его имя у многих на слуху. Сегодня Феодалу из Солнечного пришлось выйти из тени, правда не по его желанию. Сам Генералов, видимо, был не против звездного часа, потому не стал ходатайствовать о закрытом заседании и удалении зала журналистов. Сторона обвинения попросила отправить его в СИЗО. Причин несколько. Во-первых, у него нет прописки в Красноярске. Во-вторых, он имеет загранпаспорт и достаточно денег, чтобы уехать из города и скрыться. Третье, потерпевший опасается за свою жизнь. Последний пункт вызвал у Генералова больше всего вопросов. Мне эта женщина вообще неизвестна. Я впервые в жизни узнал о существовании вот этой потерпевшей Райковой в 2022 году. Напомню, Генералова и двух его подельников подозревают в мошенничестве на 6 миллионов рублей. По мнению следствия, в 2020 году они продали потерпевшей Райковой дом, который в 2018 году уже купил Генералов. Через несколько лет он заявил свои права и потребовал у женщины съехать. Однако в этом деле Генералов считает себя не просто невиновным, но и потерпевшим. Моя свобода для меня очень дорого стоит. Очень обидно, когда человека лишают на два дня. Меня, по сути, я двое суток сижу в клетке, человек, который является потерпевшим. Причем об этом подозреваемый говорил так много, что суде приходилось его перебивать. Еще одна причина, почему, по мнению мужчины, его должны были выпустить – жена, которая не сможет справиться от нас с новым домом. Плохо в нем разбирается. И неудивительно, на суде стало известно, что площадь их хором – почти 3,5 тысячи квадратов, а стоимость превышает 46 миллионов рублей. При этом сам Генералов больше 20 лет нигде официально не работает. А все потому, что в нулевых удачно купил большой кусок земли. Под продажей тех участков, которые я продаю, я живу. При этом работать или вести бизнес мужчина якобы не может из-за судебных споров, которые постоянно возникают с его землей. Такой вот замкнутый круг. У прокуратуры было чем парировать эти размышления. У них в руках оказались довольно интересные телефонные разговоры Генералова. Он инструктирует последних о том, каким образом нужно давать показания, какие нужно давать показания. А Борисова в генералах инструктирует о том, чтобы он сообщил сведения органа правительного расследования, что генерал сменил место жительства и уехал. Сам же Евгений Генералов вел себя на суде довольно свободно. Много говорил, даже когда его не просили. Улыбался, подбадривая жену, которая пришла его поддержать. И даже во время перерыва не переставал работать на камеру. Довольно неплохо, хоть и делал это в первый раз. Много чего говорит. В общем, не переживай, у нас билых неток очень много. Это не смягчило суд. Итог – два месяца в СИЗО. Очевидно, что так быстро расследование закончить не выйдет. Еще опрошены не все свидетели. А потому точку в этой истории поставить удастся не скоро. Вот и генералов с нами не прощается. До свидания. Алифтина Сасова, Дмитрий Комаров, Седьмой канал.